Нейроинтерфейсы делятся на инвазивные и неинвазивные. Инвазивные имплантируются внутрь черепа или даже внутрь мозга. Они могут посылать сигналы напрямую в мозг и считывать информацию даже от отдельных нейронов. Неинвазивные используют технологии, не проникающие внутрь, а располагающиеся над кожной поверхностью головы. Для чего нужны те или другие, мы расскажем в этой серии. Интерфейс — это устройство, которое подключается к мозгу и считывает оттуда сигналы, которые потом можно исследовать в полезных целях. Немного истории. В 1963 году Грей Уолтер произвел такой эксперимент, где он записывал потенциал готовности у людей, имплантированных электродами. И он просил их нажимать на кнопочку, чтобы переключать слайды в проекторе слайдов. Поскольку этот потенциал готовности был достаточно велик, Грей Уолтер смог отсоединить кнопку, с помощью которой испытуемые переключали слайды, и подключить мозг напрямую к этому проектору слайдов. И можно считать, что это был первый в мире нейрокомпьютерный интерфейс. Я дилетант, что касается нейро... как правильно называется ваша... Нейро-интерфейс. Ну, вообще... Вот вы сейчас можете видеть на экране вашу сфлограмму. Сейчас еще не пройдут. После настройки аппаратуры начался эксперимент. Меня попросили думать о конкретной цифре, а в это время компьютер с помощью энцефалограммы считывал электрическую активность моего мозга. Каждой цифре соответствует определенный ритм электрических колебаний в моей голове. Я смотрела на цифру 4. Да, действительно. Ну, все работает. Ну, давайте какой-нибудь выберем. Ну, давайте циферка 6. Меня это безумно впечатлило, что человек может через энцефалограмму просто подумав управлять с достаточной точностью какой-то техникой. Лаборатория нейроинтерфейсов МГУ. Лаборатория Каплана. А, так, знакомый фамилия, да? Ну, и занимаюсь разработкой нейроинтерфейсов. Ну, короче, хочу попробовать. Да, садись. Я Кирилл зовут. Данил, очень приятно. Сейчас я руку. Это пока у нас прототип. Все эти крепления, естественно, нужно будет потом менять на что-то более приемлемое. Так. И что тут будет делать с этим мужчиной? Он будет управлять от мозга своей рукой, якобы парализованный, потому что это тренажер для инсультов. Тренажер для инсультов? Да, для реабилитации инсультов пациентов. Для того, чтобы восстановить тонкую моторику руки. При инсульте обычно повреждаются просто моторные области. Мозг как бы забывает, как управлять своей рукой. Но если мозг поймает взаимосвязь между своим намерением пошевелить пальцем и его реальным движением, то могут управления перехватить другие зоны с некоторой вероятностью. Соответственно, ловим намерение через нейроинтерфейс подвигать парализованным пальцем, и экзоскелет это намерение реализует в действии. И так предполагается, что пациент сам себе тренирует так пальцы от мозга, начнет быстрее восстанавливаться. Я работаю в лаборатории МГУ, которая уже много лет занимается нейроинтерфейсами. Но вот эта разработка, конечно, впервые у нас с экзоскелетом. Мы после инсульта очень часто имеем пациентов, которые не могут говорить. Как им получить контакт с внешней реальностью, если они сохранны в когнитивном отношении? То есть они все видят, слышат, они анализируют, но двигательная система не работает. Двигательная система распространяется не только на мышцы рук, но и на голосовые связки. И вот здесь мы действительно можем помочь таким людям. И мы сейчас делаем такую технологию, она называется нейрокоммуникатор. Видите, вот сегодня представляем мы на выставке так называемые коммуникационные нейроинтерфейсы. Их идея проста. Видите, на экране подмигивают столбцы и строки букв. Если человек заинтересован в какой-то букве, там в красном квадратике, то реакция на эту букву, на эту подсветку этого столбца или строки будет несколько иная. Мы сразу догадываемся, какая буква, и печатаем, и на экране получается такая печать. С самого начала, после комы, то есть было неизвестно, сохранен интеллект, не сохранен. То есть когда поняли, что сохранен интеллект, нужно было как-то общаться, потому что ребенок не говорил. Словно разбили русский алфавит на две части. До, ка и после ка. То есть общаемся посредством моргания глаз. Спрашиваю до, если она моргает, значит до. Значит, буква от А до Й. Если она не моргает, значит после. Я начинаю называть А, Б, В, Г. То есть она моргает, какая буква. Получается, она зависима от меня сейчас. Она активно смотрит фильмы, музыку слушает, аудиокниги слушает. То есть я должна постоянно быть при ней, чтобы набрать то, что нужно ей. Это картина, работа маслом, да, наш? Акварелью? Чем? Акварелью работа? Маслом? Нет, не маслом. Гуашью? Ты не будешь говорить? Нет. Отсоединяется. До. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Раз. Какая разница? Да, им тоже придется научиться этим пользоваться. Потому что если бы, например, сейчас представить, что мы смартфон дали бы людям 60-х, 70-х годов прошлого века, которые привыкли пользоваться дисковым телефоном, то, поверьте, они бы тоже, их бы очень раздражало. Они тоже не понимали, они все время не туда тыкали пальцем на сенсорном экране. Им тоже требовалось время, и в первый момент у них это тоже могло бы вызывать прям сильное раздражение, потому что не могли бы понять, какую функцию, как чего сделать. Поэтому, конечно, работе на нейрочат тоже надо обучиться, как и любому другому чему-либо новому. Но, тем не менее, это то оборудование, это программное обеспечение, которое может быть установлено на компьютер домашний, на компьютер пользователя. Это та нейрогарнитура, которая может быть передана в домашнее пользование, и человек сможет сам подключиться, сам все настроить и дальше посмотреть, как он может коммуницировать, не используя речи и движения, только силой мысли. Последний наш проект – обеспечить вход в интернет и даже, так сказать, сделать такую социальную сеть специально под таких пациентов с интерфейсом, который обеспечивает им более легкое вхождение в контакт, не так, как для здоровых людей. И получается, что человек получает фактически вторую жизнь в мире людей, объединенных одной и той же бедой, но теперь они могут друг с другом общаться, но, естественно, в эту сеть могут подключаться все, кто хочет общаться с этими людьми. Для таких людей это выход в новую реальность. Регулярная работа на нейрочата, на нейрочате, влияет на когнитивную сферу. Улучшаются такие показатели, как концентрация и внимание. Это очень хорошо влияет на память. Поэтому мы уже на основе нейрочата сделали несколько программ, которые могут помогать восстановлению когнитивной сферы. Перед вами люди, парализованные люди, которым в мозг имплантировали электроды. И за счет нейроинтерфейса они получили возможность управлять роботом. И этот робот давал им возможность делать какие-то полезные действия. Например, взять чашку кофе, поднести ко рту, и тогда этот человек мог пить кофе. Первые такие широко известные экспериментальные работы в открытой печати, в открытом доступе, появившиеся в научном сообществе, это конец 50-х годов, 60-е года. Опыты Дельгада широко стали известны. Собственно, считается началом этих работ опыта Дельгада. С имплантацией электродов в быку, в центр удовольствия быка, вживлялись электроды. Когда бык проявлял агрессию к Тореадору, Тореадор телеметрически радиоуправляемая кнопочка. Электрическая стимуляция центра удовольствия быка в тот момент, когда бык уже готов был броситься на Тореадора. Все наглядно, ясно, четко увидели, как меняется эмоциональное состояние быка, что оно управляется электрическим стимулом из кармана Тореадора. Хорошая личинка, активная. Мне очень понравилась лекция Мишень Махарбиза. Это ученый из Беркли, который вживлял электроды живым насекомым, крупным жукам, и управлял. А он получил радиоуправляемого живого жука, жуга-киборга. Я тоже тогда увлекся этой идеей. Более того, увлекся настолько, что даже добыл себе несколько экземпляров личинок тропических жуков. И некоторое время я их выращивал дома, надеясь попробовать воспроизвести эти эксперименты. Если улучшить момент и вживить электроды в куколку, когда все ткани личинки растворяются и формируется только еще жук, то жук сформируется с электродами уже вросшими в него. Мы тоже решили вырастить жуков и создать киборгов. Даниил любезно согласился провести эксперимент для нашего фильма. Мы планировали, что мы сейчас быстро купим личинок, они у нас будут расти и все будет хорошо, но не тут-то было. Все как обычно. Приобрели мы, значит, 11 личинок. Я была проинструктирована полностью, что мне с ними делать, но почему-то они не растут. Более того, что они не растут и не окукливаются, они еще к тому же и умирают. И поэтому из 11 личинок через год у нас осталось всего живых шесть. Я не очень понимаю, чем закончится наш эксперимент. Продавец личинок обещал, что они окуклятся месяцев через шесть-семь. Прошло полтора года. Никаких изменений. Но нам удалось связаться по скайпу с профессором Махарбизм. Когда вы пытаетесь делать маленькие роботы, вы спросите, например, если у вас есть earthquake и много людей в рубль, будет помогать если у вас были маленькие роботы которые могли пройти через рубль и найти людей быстрее, чем птицы и другие. Мои интересы не очень связаны с этими применениями. Мои интересы в том, что я думаю, что в 50 или 60 лет у нас будет много фьюзионов между биологией и технологией в нашем теле, в других организмах, и в многих местах. Самое стрёмное — это фильм, ой, книга «Метеокаку. Будущее разума». Вот там я просто читала и такая, «Так, отлично, я должна пойти в изобретателей, чтобы сделать все, чтобы это все не изобрели». Типа чип в мозг при рождении. Это стрёмно. Это как той обезьяне, которая встроит чип в голову и Wi-Fi в великой машине. Только чипы станут меньше и так далее. Вот это мозг обезьяны. Спереди от центральной извилины моторная кора. То, что сзади центральной извилины, называется соматосенсорная кора. Допустим, мы поместили электроды в моторную кору М1 и записываем активность. И затем через мозг-компьютер-интерфейс направляем сигнал на механическую руку. И она послушно следует указаниям мозга и берет объект. Но при этом не чувствует этот объект. Поэтому нам необходимо добавить к этой механической руке искусственное чувство осязания. Мы подаем такие вспышки разряда в самотосенсорную тару. Я беру механической рукой объект. Рецепторы моей механической руки чувствуют этот объект. Сигнал рецепторов механической руки подается в мозг, где он вызывает искусственные тактильные ощущения. Мы берем сигналы из мозга. Этими сигналами обезьяны управляют искусственной рукой. И при этом она еще ощупывает предметы, которые зрительно выглядят совершенно одинаково. Но за счет искусственного тактильного ощущения обезьяна может распознавать их текстуру. Сегодня мы начинаем с любопытного рассказа Алексея Сачо. И сегодня Алексей расскажет нам об общем проекте, который, я думаю, поразит еще нашу страну в ближайшее время. Лаборатория, которая объединит наш с вами наконец мозг с компьютером. Батилий, спасибо большое за такое представление. У нас есть уже первые пилотные результаты. Мы экспериментируем с пациентами-эпилептиками, которым для локализации очага не хватает ни инвазивной локализации, ни инвазивного анализа и осуществляется имплантация электродов на кору, прямо на кору. Вот сверлится дырочка, имплантируется такая полосочка на кору. И с этой полосочки мы имеем возможность записывать сигналы. У девушки в течение длительного периода при помощи таблетированных препаратов не удается снизить, купировать количество эпизодов судорог. И, соответственно, для того, чтобы существенно изменить жизнь, как раз ей были поставлены электроды для выявления определения эпилептогенного очага, то есть очага, откуда исходит сигнал. Если удастся быстро и точно определить очаг эпилептогенный, то буквально, может быть, даже на следующие сутки, через двое суток эти электроды удаляются, потому что они свою функцию выполнили. После того, как это все будет выполнено, то уже будет разработана тактика, в том числе хирургического лечения. С 14 лет где-то у меня просто немело щека и предплечье. И на 30 секунд замирала речь, то есть я не могла говорить 30 секунд. В последнее время у меня просто начала кружиться голова. И один раз я приехала к 8 утра на тренировку и просто не могла ее вести. Вот, и я решила сделать МРТ. Мне сказали, у вас опухоль. Естественно, у меня был шок. Я говорю, как опухоль? Он говорит, ну, обычно вы что-нибудь знали об этом? В Склиффе мне врач сказал, что, в принципе, она не росла. Ты можешь ее... не растет, ты можешь ее наблюдать. Вот, но если ты хочешь рожать когда-то, то тебе ее нужно удалить. Если делать операцию, то можно задеть зону, которая отвечает за речь и движение. И перед операцией мне делали еще одну первую операцию. Мне вживляли электроды в мозг. У Риты эпилепсия, причем с проявлением в моторной зоне, и поэтому по медицинским показаниям Рите были имплантированы электроды. Электроды сетки на кору головного мозга, на сомоторный участок этой коры. Цель этой имплантации исключительно медицинская, связана с тем, что нужно обнаружить, с одной стороны, эпилептогенный участок, а с другой стороны, нужно протестировать и понять, какие участки коры при операции нельзя трогать, которые нельзя удалить, чтобы они не породили функционального дефицита, чтобы руки продолжали двигаться, язык работать и сохранить все базовые функции основные. Ну, как бы, я бы не согласилась на это все, если бы... Ну, а какой выбор? Не знаю, мне сказать, нужно проводить вот это обследование, перейти, как делать операцию. Или будут задеты, ну, не дай бог, что. Поскольку сетка у нас стоит, то мы можем попросить этих же пациентов поучаствовать в наших экспериментах. Мы надеемся, что мы можем записывать сигналы из мозга, декодировать их и передавать на внешние устройства, такие как протезы рук и ног. Поднимите ручку вот немножко так, чтобы... Да, вот. Вот. И пошевелите пальцами. То есть вот мы можем регистрировать непосредственно движение руки, и сопоставляя с этим движением руки активность головного мозга, мы можем строить математический алгоритм, который превращает активность головного мозга в траекторию движения пальцев. Мы можем... После того, как мы обучили наш математический алгоритм, мы можем на основе одной и только активности головного мозга восстановить движение руки. И вот наше исследование как раз направлено в создание таких двунаправленных интерфейсов. То есть, с одной стороны, мы информацию из головного мозга превращаем в кинематику движения этого протеза, а с другой стороны, мы информацию о состоянии этого протеза, о том, какую поверхность он трогает и так далее, мы отправляем обратно в мозг. В конце операции уже меня привезли в реанимацию, и приходит врач. Я хочу спросить, как все прошло, что... Ну, понимаешь, что я не могу говорить вообще. Я делаю просто... Для меня это шок. У меня слезы текут. Я просто понимаю, что я не могу разговаривать. То есть, постепенно, постепенно я понимала, что нужно развивать речь. Плохо произносила слова. Очень плохо. Меня никто не понимал. В течение трех месяцев я постепенно, постепенно вернулась к своей речи. Всю эту ситуацию просто спасал мой муж уже теперь Паша, который приезжал, развлекал меня, смотрел со мной фильмы. Тогда я была в него влюблена. И это как-то вот развеивало обстановку. Я, наверное, не замечала той операции, которая вообще происходит. Ну, вот здесь, по крайней мере, вот эта вся область. Она до сих пор у меня, так скажем, лысая. Там не растут волосы. Ну, так как здесь разрезали. Там большой, огромный шарам. Вот. За хвостиком он ничего не видит. В 50-е годы 20-го века, когда эти работы были первооткрыты, продемонстрированы, как раз из работ Дель Гаде тоже выводили следствием то, что мы теперь можем получить контроль над поведением человека. Это вдохновляло, и в целом то время характеризовалось надеждами на скорое, полное освоение процессами природы, создание термоядерной реакции управляемой и прочими сверхтехническими научными достижениями. И прошло уже с 50-х годов 70 лет, и мы понимаем, что, в общем-то, поведением человека мы так даже близко не приблизились к тому, чтобы управлять поведением человека. Получается такой парадокс. Мы движемся вперед, но остаемся все равно вот в этом направлении, в направлении искусственной модуляции или съема мыслительных процессов. Мы остаемся на прежних позициях. Казалось бы, мы, может быть, топчемся на месте, но мы, тем не менее, получаем способы корректировать, узнаем механизмы и по мере возможности получаем способы таргетно-направленно корректировать такие заболевания, как, например, болезнь Паркинсона, эпилептические состояния. И мы все больше и больше способов таргетных направленных патогенетических находим для лечения, для коррекции этих заболеваний. Разрыв от научного до клинического, до практического использования, он несколько десятилетий составляет обычно в этой области. Природа нам приоткрывает какой-то факт, и оказывается, что следствием этого приоткрывания природы, этого факта является что-то другое, не то, что мы ожидали, а что-то другое. Мы сначала досадно разводим руками, думаем, что не подтвердилась гипотеза, а потом начинаем думать, анализировать и понимаем, что то, что нам приоткрыла природа, это еще более интересное, чем то, что мы ожидали. Вот в этом и есть интрига научного поиска, и то, что вдохновляет ученых заниматься этими научными работами вопреки таким вот сейчас социальным, общемировым идеям, в общем-то, определенного топтания на месте. В целом наука в мире сейчас воспринимается как избыток фактов, накопленных, как топтание на месте, дескать, ненужной наука. Фармфирмы, ведущие мировые производители, закрыли программы, уже лет пять, как закрыли программы изучения функций мозга, как бесперспективные в плане быстрого финансового выгода. Ученые адаптируются, в жизнь есть адаптация, в реализации желаемых мозгом процессов. Наш мозг, он не может не заниматься постоянно новым. Он так создан, наш мозг, чтобы постоянно стремиться к чему-то новому, открывать новые ранее недоступные горизонты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok